Полно вам, люди, с себя сквернять Недозволенной пищей, о виде. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Сегодня к нам на целебную кулинарию пришла Танюша и принесла салат. А к этому салату куча вопросов. Да. Ну что, время-то запустило? Время запустило, Геннадий Петрович. Здравствуйте. Салат делается легко, но у него есть одна особенность. После того, как все фрукты и овощи будут приготовлены, этому салату нужно чуть-чуть постоять. Поэтому я предлагаю нам начать ими заниматься. О том, что это за салат, мы и поговорим. Нам понадобится свекла, понадобится апельсин, понадобится хрен и понадобится мед. Я этот салат взяла у своей знакомой, которая занимается китайской диетологией. Она мне говорит, что этот салат, во-первых, согревает. Очищаем? Очищаем. А во-вторых, пожалуйста, можете сюда. Он способствует тому, что очищает легкие. Очищает легкие. И что я выяснила? Есть такая таблица продуктов. С точки зрения китайской диетологии, каждый продукт относится к тому или иному элементу. И вот получается, что свекла относится к огню. Огненный элемент. Огненный элемент. Ну, я так думаю, что апельсин, так как я салат этот уже делала, апельсин, наверное, скорее для вкуса, потому что его и чуть-чуть надо, вообще относится к стихии дерева. Мед относится к стихии земли. И хрен относится к стихии металла. Соответственно, ну, кроме воды, все элементы представлены. Это очень такой полновесный, сытный и полезный салат. Но если начинать разбираться, то мне моих знаний не хватает. Поэтому я к вам и пришла сегодня с этим рецептом, чтобы вы помогли мне разобраться, почему он согревает и почему он помогает легким. Вот из-за того, что у нас есть мед, свекла, апельсин и хрен, что в первую очередь работает для легких? Ведь это же людям, которые страдают этими всеми простудными заболеваниями, первое дело такой салат. Значит, этот салат у нас как раз необходим в осеннее время года для того, чтобы люди не страдали никакими простудными заболеваниями. Да, да. Особенно связанными с легкими. С легкими, да, с дыхательными путями. Вот если мы с вами возьмем хрен, понюхали, сразу он, так сказать, смотри, что делает, бьет в нос и как-то дышится легче. Оказывается, фитонциды, которые входят в состав именно хрена. Да, и летучие вещества, вот эти вот напоминающие собой горчицу, они способствуют тому, что раскрывают различные закупорки, которые там у нас имеются. И самое важное, они разжижают слизь, которая имеется в легких. В легких, на альвеолах, когда человек переедает, неправильно питается, кров подносит к ним различные вещества, которые не усвоились организмом, вот, а должны быть выброшены. Это, как правило, слизистые вещества. Так вот, на стеночках альвеолы накапливается эта слизь и начинается, будем говорить, простудное заболевание, хуже дышится и так далее. Хрен, попадая к нам, ну-ка, еще понюхаем. Ой, классно как. Он сразу же попадает к нам в легкие и за счет вот этих вот летучих эфирных веществ он эту слизь разрыхляет, делает более подвижной и она начинает легко отделяться из легких. Здорово. Поэтому как раз вот этот... Хрен способствует тому, что очищает легкие. Легкие. И еще ты сказала, что хрен относится к первоэлементу металл. Да. Согласно восточной, будем говорить, терминологии, как раз металл это легкие, связан с легкими. И поэтому, когда мы с вами что-то, ну, вводим в организм укрепляющие легкие, ну, металлические, как они говорят, это способствует тому, что наши легкие будут себя чувствовать сильно. Вот этот факт, фартук не поспособствует тому, чтобы у вас осталась чистой ваша рубашка. Давайте. Давайте. Это очень важно. Потому что свекла продукт, конечно, интересный. И она интересна в первую очередь тем, что, видите, мы от нее защищаемся своими пигментами. Да, пигментами. Этих пигментов обладают очень сильными свойствами, которые, помимо того, что могут замазать, могут и очистить, и очищают наш организм от разного рода токсинов, шлаков и даже растворяют различные твердые образования. Свекла, конечно, очень русский, на мой взгляд, корнеплод, потому что, смотрите, вот всем известно, что самый настоящий правильный борщ должен включать в себя свеклу. Но исторический борщ так назывался, потому что туда клали борщевик. Борщевик? Да, такой... Это не тот, что растет сейчас по дорогам, или это другой борщевик? С подорожником не путаем? Нет. Нет? Значит, тот, который растет на дорогах. Нет, то есть это другой, наверное. Другой, да? Со временем борщевик ушел из рецептуры, название при этом осталось. И сейчас, смотрите, борщей куча. Есть черниговские яйца с этими бобами без бобов, значит, шкварками без шкварками, чеснок мы заложили, не заложили, с томатами, не с томатами, с болгарским перцем, не с болгарским, с помпушками, не с помпушками. Но всегда борщ – это обязательно суп, в котором есть свекла. Потому что если свеклы нет, это уже не борщ. Поэтому, мне кажется, он очень русский. И, конечно же, имеет смысл знать про него, про этот корнеплод, правильные вещи. Про свеклу. Про свеклу. Что я слышала? Я слышала, что свекла занимает второе место после чеснока. Нет, подождите, второе место после морской капусты по содержанию йода. То есть в свекле есть йод. И оказалось, действительно, что свекла – богатый продукт на содержание различных биологически активных веществ. И вот мало действительно кто знал, что по йоду она занимает второе место после морской капусты. Морская капуста, представляете, в океане растет. Она сразу же все микроэлементы в себя убирает. Поэтому свекла оказываются таким мощным, полезным продуктом для нашего здоровья. Тем более йод. Когда йододефицит у нас в стране имеется. И люди часто болеют от заболевания щитовидной железы. Из-за того, что йода не хватает. Ну что мы знаем про свеклу? Ну все знают, что она способствует хорошему туалету. Хорошему туалету? Ну за счет чего она способствует хорошему туалету? За счет того, что здесь имеется клетчатка. И клетчатка довольно-таки грубая, которая хорошенько стимулирует перистальтику кишечника. Что мы с хреном еще сделаем? Мы тоже его натираем. Хорошо, ты говори. Здесь вопрос вкуса. Вопрос вкуса. Сколько? Это вопрос вкуса. А вот смотри, если мы этот салатик свеклу натирали на более крупной терке, то хрен на крупной терке натирать не надо. И он на более мелкой. Почему? Вот где-то вот такая. Чтобы нам лучше его можно было съесть и чтобы больше вот этих вот фитонцидов выделялось. Я вас заслушалась и забыла совсем про свой апельсин. Значит, я делаю апельсин и задаю вам свои вопросы. Что же делаю? Я его готовлю. Его, конечно, надо почистить и для вкуса надо убрать эти перегородочки. Хорошо, можно убрать эти все перегородочки. Но я еще про свеклу буду рассказывать. Значит, свекла является... Свекла это средство для профилактики авитаминоза. Мы уже сказали много биологически активных веществ, которые способствуют тому, что укрепляет наш организм. Раз, да? Значит, регулярное употребление свеклы еще что она делает? Снижает вероятность возникновения различных онкологических заболеваний. А за счет чего? И вот тут-то мы действительно по-трукому. А за счет чего? Оказывается, в свекле содержится биологически активное железо. И вот еще Ванга говорила, что рак будет побежден железом. Но каким железом? Естественно, не воздем железным, а биологически активным железом, которое содержится в тех или иных продуктах. Поэтому в свекле содержится не так уж много этого железа, но тем не менее, его содержится там достаточно, и оно активное. Далее, онкология. Онкология, ух, как полезло в глаза, а вот эти горчичные масла. Онкология, это, значит, как правило, связана с таким цветом каким-то черным, да? Чувствуешь? Да? Ну, достаточно, наверное. Достаточно, да. Хорошо, достаточно, так достаточно. Вот. А, значит, такого красного цвета, вот бордового цвета, которым обладает свекла, значит, это является, как бы сказать, по цвету антагонистом этой энергетики. Вот. И уже за счет этого также способствует. Более того, онкология, она всегда стремится к тому, чтобы поразить костный мозг. А свекла стимулирует работу костного мозга. И поэтому укрепление костного мозга за счет того, что свекла подает туда как раз материалы, из которых строится кровь, укрепляет наш организм. Тогда получается, что свекла должна помогать еще нашей сердечно-сосудистой системе, потому что, ну, она красная, кровь красная, нет? Ну так, по логике. По логике, действительно, по логике, значит, кровь красная, да, действительно. Потом, смотрите, сама свекла, это представляет собой такое объемное образование, которое по своей форме напоминает сердце. Значит, оно также будет благоприятно влиять и на сердце. И, естественно, опять-таки, способствует тому, что обладает кроветворением. Далее, знаете, что очень важно подчеркнуть, что здесь вот свекла, она защищена внутри себя различными, будем говорить, биологически активными веществами, фитонцидами, которые не дают ей загнить. Естественно, когда мы будем съедать свеклу, особенно в сыром виде, особенно в виде сока, она, значит, будет нам чистить кровь и обеззараживать кровяное русло. От разного рода бактерий, микроорганизмов, мягко, мягко причем, потому что вот эти вот вещества действуют. Кстати, если выпить слишком много свекольного сока, ну, для некоторых достаточно даже 2-3 столовые ложки, у них сразу же они могут упасть в обмрак, закружится голова, может быть даже трвота. Как раз вот это действие вот этих вот эфирных масел, которые имеются внутри нее. Не было такого, ни раз не пила, как она сшибает действительно в мозг. Ну, я признаюсь, что свежевыжатый свекольный сок я пью только, когда с вами встречаюсь. Потому что я дома вообще его не очень как бы пью. Но у вас это вкусно. Вкусно. И вы потом всякие добавочки делаете, и оно очень хорошо идет. А вот свеклу сырую или вареную, здесь, наверное, получается, надо понять, зачем тебе это надо. Потому что классические салаты у нас какие? В основном вареные. Вареные. Это венегрет. Венегрет. Это свекла с чесноком, с черносливом. И как раз вот смотри, мы подошли к такому интересному поняту. Если будет свекла сырая, то она будет улучшать состав крови. Вареная тоже это будет делать, но не так, как сырая. Значит, укреплять стенки сосудов может только сырая свекла. Снимать отечность, отечность может опять-таки сырая свекла. Снижать холестерин, ну снижать холестерин может и вареная, и сырая свекла. А как это происходит? Вот эта избитая фраза «снижать холестерин». Для меня холестерин – это жир, который в виде бляшек находится на сосудах. Очищает от холестерина, то есть эти бляшки уходят за счет чего? Ну не напором же просто объема этой пищи. Нет, действительно, есть вещи, действительно, если взять и рассматривать кровяное русло как трубу, значит, она может очищаться, как Таня сказала правильно, напором. Но это напор надо создать такой, что могут лопнуть сосуды, повышится давление. А можно за счет того, что у нас присутствует своеобразное там какое-то моющее средство, которое начинает отмывать вот эти вот жировые отложения. И потихонечку их выводит. То есть вот это, если там в свекле содержится сапонины, сапонины – это, ну как бы сказать, мылящие такие вещества. Правда? Да, они так и называются, сапонины, значит, мылящие вещества, которые образуют пену. Вот они как раз отмывают различные жировые отложения и так далее. И вот в свекле они также содержатся. Поэтому и еще здесь содержатся и вот эти вот красные пигменты. Красные пигменты вообще очень хорошо очищают и кровяное русло, и кровяные сосуды. Также они чистят печень, желчный пузырь и более-менее благотворно влияют на почки. И очень, знаете, интересно отметить, вот мы с вами применяем свеклу, мы можем применять ее в виде салата там свежего, в виде винегрета отварного. И если у нас, значит, моча окрашивается в свекольный цвет, это говорит о том, что у нас имеется некая там, как бы сказать, ну, почечная слабина. Нельзя сказать, что там какое-то сильное заболевание, а просто слабина. Что вот эти красящие пигменты проходят через… То есть они не усвоились, получается, да? Они не усвоились в раз, это говорит о том, что у нас уже слаб опищевывательный огонь, который можно с помощью, значит, вот этого салата будет особенно хрена разжигать. И у нас слабы эпителиальные оболочки, через которые все это проходит. Они должны удерживать, они должны все это отфильтровывать. А представляете, у нас вместо того, чтобы отсеивать все нужное и удерживать, у нас почечная ткань представляет собой какое-то решето, и все через нее сливается. Сливается, это же говорит не просто пигменты, которые окрашены, а это какие-то соли, какие-то полезные вещества, еще-еще, еще чего-то. Знаете, у футболистов есть выражение «выходить без щитков», это когда они… Ну, это как у рыцарей выходить с открытым замрало. Подождите, подождите, вы сейчас сказали то, что, на мой взгляд, интересует как минимум половину людей, не только у нас, но и во всем мире. Потому что всегда после свеклы есть окрас мочи. Всегда. У всех. Значит, всегда у всех. Я, когда впервые узнал об этом, и, естественно, съев там какой-то салат, и обратил внимание, значит, окрашена моя моча или нет, она оказалась окрашена. Потом я начал там голодать, я начал, значит, питаться более-менее сырой пищей, питаться правильно, и заметил, что съев довольно-таки солидную порцию, содержащую свеклы, у меня никакого окраса не произошло. Это как раз хороший индикатор того, что говорит о том, что ваше оздоровление правильное. Вы используете нашу целебную кулинарию, потихонечку укрепляются у вас слизистые оболочки, организм, и он начинает найти то, что раньше не брал, теперь берет, держит и прекрасно работает. Вы знаете, мне кажется, этот салат уместно теперь попробовать не только тем, кто хочет согреться в осенний период, но и тем, кто хочет поставить эксперимент, как работают его почки, все ли они перерабатывают. Прекрасный тест. Поэтому свеклу рекомендую для лечения и профилактики атеросклероза. Представляешь, мы можем с помощью… Я не знаю, что такое атеросклероз. Атеросклероз – это купорка сосудов. Ага. Ну вот. Можно лечить с помощью лекарств, а можно, кажется, с помощью пищи, о чем мы расскажем на нашей целебной кинерии. Далее, анемии, если есть, практически у всех женщин, которые едят вареную пищу, которые употребляют мало сырой кофе, чай и так далее, и так далее, мало движутся. Это анемия. Тем более, женщина, вот свекла полезна лишь по той причине, что у них ежемесячно идут кровопотери. Их надо восполнять. С помощью чего встает вопрос там? Ну да, да, да. Конечно, свекла. Понятно. Лучше, да, свекла. Потому что если с помощью каких-то других продуктов, женщина может полнеть. Если с помощью мяса, в ней могут, ну, почки хуже там работать. Снимает гипертонию. Свекла. Снимает гипертонию? Да. Ух ты. А если пониженное давление? Ну, пониженное давление, я бы не сказал. Она особо и не понизит, конечно, но, будем говорить, дело в том, что в нашем салате с хреном, она даже будет, как бы сказать, если и слегка будет понижать повышенное давление, а пониженное еще более опускать, то хрен будет все это поднимать. Слушайте, ну, хрен такой летучий. У меня от этого, от лука такого давно не было, как от хрена. Вот, 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 смотри, здесь очень много горчичного масла, горчичных вот этих фитонцидов и так далее. Вот, 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 вот как раз они, они еще лучше будут очищать кровяное русло от разного рода отложений холестерина. Они будут способствовать тому, что разжижать слизь в легких и отходить. И далее все это богатство, попадая в виде фитонцидов, жизучих свойств в организм человека, будет переживать бактерии и вирусы, которых так много в нашем организме. Слушай, надо только на свеклу что теперь переходить? Свекла вообще незаслуженно забыли, да, и употребляются не так, как хотелось. Профилактика онкологии, мы говорили. Значит, профилактика анемии, мы уже говорили. Более того, значит, свекла стимулируют работу головного мозга, благоприятно действует на сосуды мозга и защищает от слабоумия за счёт того, что стеночки очищаются, стеночки становятся более эластичными. А слабоумие – это как раз потому, что сосуды плохо в голове работают? А если сосуды у нас забиты холестерином, снабжение плохое, естественно… А в голове может быть холестерин в сосудах? Дело в том, что наш мозг представляет собой образование в основном из жира. Да, и куда уж идти жиру, как не туда. Как не к своим. Так, я хочу навести красоту, потому что он как раз настаивается. Настаивается. А чтобы мы с вами попробовали, я положила, да. Или добавила? Я добавила. Ага, добавила мёда. Ладно, а вам вопрос на засыпку. Давай, на засыпку. Пока мы сейчас будем пробовать. А что это за история о том, что свёкла поднимает потенцию у мужчины? Это что, миф? Ну, я бы не сказал, что она является каким-то сильным стимулятором, но тем не менее. Значит, от чего зависит потенция? Потенция зависит от здоровья общего организма, как мужчины, так и женщины. И когда в организме прекрасно вырабатывается кровь, это говорит о том, что косвенно будет и семя, допустим, вырабатываться лучше. То есть все вот эти вот функции будут у нас работать, а не отставать и не буксовать. Логика ясна. Так, ну, постоял он у нас сколько получается? Не 15 минут, но минут 5-7. Меня это вполне устраивает. Давайте пробовать. Хорошо, давайте пробовать. Значит, ещё раз. Значит, ещё я хочу сказать, свёкла выводят шлаки токсины за счёт того, что вот этот красный цвет пигменты связывают разного рода токсины и выводят их из организма. Очень важно что-то связать. Далее здесь имеется клетчаточка. Клетчаточка грубая. И если у вас, знаете, от сырого возникает брожение, там, газообразование, делайте такой салат из варёной свёклы. Будет отлично. То есть свёкла сильно действует на перистальтику, там, вызывает газообразование. А если эта свёкла будет варёная, она уже мягче. Там совсем иная плечатка. Хорошо, что вам в этом сказали. И профилактика запоров хорошенько работает. Потому что сейчас все, многие увлекаются сыроедением. И когда видят какие-то блюда, приготовленные из варёных овощей, у них начинается истерика, и они начинают пропагандировать свою сыроедческую песню. Это, конечно, прекрасно. Но действительно, если ты не можешь есть сырую свёклу, ну, ешь варёную. Причём, мне кажется, все любят. Ну что, пробуем? Пробуем. Давайте. Значит, кто ест свёклу? Кстати, вот очень интересную аналогию можно провести. Свёкла, она переживает холодную зиму. Корнеплод этот в сырой земле. А потом настает весна, он нормально начинает идти в рост. То есть, этот продукт, можно сказать, обладая выносливостью к холоду, он такую же выносливость даёт и нам. Вообще выносливость преодолевать различные тяжёлые какие-то обстоятельства, тренировки, суровые времена года. Подождите, дайте я сделаю красиво. Давайте. Поэтому, кто ест свёклу, тот прекрасно себя чувствует, занимаясь физическим трудом. У него хорошая выносливость организма. Кстати, я бы посоветовал свёклу есть, и блюда из свёклы есть марафонцам, которые бегают на длинные дистанции. У вас бы заметно повысился результат, потому что и кроветворение было лучше. То есть, вы бежали бы гораздо лучше. Ну что, побежали? Да, ну вот это и украшение. Украшение. Подкалывает. Хорошо. Ну давайте, приятного аппетита. Приятного аппетита. Будем здоровы. Остренький салат. И сразу же, знаете, когда мы пробуем, сразу следует сказать. Значит, здесь действительно дело укуса. Лично мне этот салат сейчас нравится тем, что он обладает такими жгучими, разогревающими свойствами, которые являются... Ну сколько вы потерли? Может быть, ну граммов там, не знаю, 20. Надо 15 или даже 10. Да, 10. Разжигать пищеварительный огонь. А в некоторых случаях у кого слабовато. И сексуальный так же. Главное, что мы внутри будем тепленькие, понимаете? Тепленькие. Просто за счет продукта. Такого прекрасного русского национального достояния, как свекла. На этом мы заканчиваем передачу. Доброго вам здоровья, разогревайтесь не с помощью грелки, а с помощью такого прекрасного салата. Приятного аппетита. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...